Город Сочи. Откровенно говоря, он в особом представлении не нуждается. И наверняка у среднестатистического россиянина, хоть раз побывавшего в Сочи, могут остаться вот такие воспоминания. Такие. Или, возможно, вот такие. Но, как говорится, у медали всегда есть две стороны. И эта вторая сторона заключается в том, что местные жители отдыхают в своем родном городе немного по-другому. А как, об этом мы сегодня вам и расскажем. Ну что ж, давайте представим, что у нас есть один день для того, чтобы посмотреть все то, что не подвластно взору обычного отдыхающего. Что ж, давайте попробуем. Железнодорожный вокзал в Сочи – это не только отправная точка, но и своеобразная гордость курортного города. В 1952 году архитектурная композиция была завершена. С тех пор вокзал стал визитной карточкой города и самым часто встречающимся образом южной столицы, который можно было встретить на старых советских открытках. На выходе из вокзала первым делом приезжего атакуют плотные кордоны таксистов, которые всегда отвозили по олимпийским ценам, даже до прихода в город самой Олимпиады. Цены кусаются, поэтому первый полезный совет – попробуйте пройти от этих назойливых граждан немного поодаль. Возможно, там стоят слегка отчаявшиеся таксисты, которые могут, я подчеркиваю, могут отвезти вас подешевле. С другой стороны, если речь идет не о поездке по городу, а об отъезде в аэропорт, то в самое ближайшее время будет запущена аэроэкспресс «Ласточка» в аэропорт Адлера, стоимость билета которого будет составлять около 300 рублей. И, возможно, окончательно разрешит вопрос того, как добраться до воздушных ворот города. Не успев пройти из 100 метров, мы натыкаемся на еще одну интересную достопримечательность. Там для меня горит очаг. Именно в этом самом месте так бы спел Игорь Корнелюк. Все потому, что за моей спиной находятся женщины, очаровательные женщины, которые могут помочь вам снять жилье на короткий срок и абсолютно для разных целей. Но у нас всего лишь есть один день, поэтому мы продолжаем нашу пешую прогулку. Самый центр Сочи обойти нетрудно. Еще меньше город становится, когда ты в нем живешь, и все кажется в шаговой доступности. Пройдя небольшое расстояние, нам захотелось познакомиться с еще одной достопримечательностью города. Эта река называется Сочинка. Как любая горная, она может спокойно течь, как сейчас. А может крушить, унося за собой ветки и бытовой мусор. Не раз случалось так, что на этом месте воды было по колено. Набережная является одним из излюбленных мест сочинцев. Летом здесь относительно прохладно и, конечно же, красиво. И эти пейзажи навевают мысль о том, чтобы снять здесь какой-нибудь потрясающий фильм. Ну, в общем, все понятно. Потолкайтесь по комиссионкам, загляните на рынок, посидите в ресторане. На вокзал можно. Зайдите. Одним словом, будьте больше на виду. Естественно, у вас будут расходы. Вот, возьмите. Нет, нет, я тебе надо, я сам. Семен, Семенович, ну давайте без самодеятельности. Кстати сказать, Сочи частенько становился площадкой для съемок фильмов. Пышная растительность, море и горы поучаствовали во многих картинах нашего кинематографа. Здесь снимали не только бриллиантовую руку, но и легендарные «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «С любимыми не расставайтесь». Ну а мы тем временем двигаемся дальше. Разумеется, проделав определенное расстояние, мы проголодались. И вот в самом центре города мы оказались как витязь на распутье. С одной стороны, фастфуд манит к себе красочными и очень знакомыми вывесками. Но с другой стороны, как приехать в Сочи и не попробовать домашней кавказской кухни. Песня. Ценник далеко не самый высокий. Здесь в среднем на человека выйдет около 800 рублей. Пусть и не очень мало, но в таких случаях местные скажут, что мы теперь олимпийская столица. Одним из самых популярных блюд у сочинцев являются, конечно же, шашлык, лобио, это фасоль с чесноком и с луком, домашние хачапури. На столе преимущественно всегда должна быть зелень. Но кроме зелени есть еще и популярное домашнее вино. Но не то, которое могут предложить вышеупомянутые таксисты. Кроме того, домашнее вино – вещь очень коварная. Поэтому, как и в любом алкоголе, здесь нужно меру знать особенно. Чтобы не получилось вот так. А сейчас ваше здоровье. Прекрасно. Ну, с вашего позволения я начну. Зачем с хачапури? Можно не волноваться, все проверено. Подреждающе. Я отвечу только хачапури. Не могу и не доесть. Просто прекрасно. Вот так все. Просто. Не хитро. Но очень вкусно. Переходим, как говорится, к вводным процедурам. Переходим к мясу. Сегодня у нас на столе илюля-кебаб. Ну что ж, друзья. Кулюля не хуже, чем хачи-хачи. Особенно, когда он был в лаваше. Приезжайте в Сочи. Сочи – это город парков, где многие часто любят проводить время. Некоторые из этих парков имеют свою небольшую историю. Мало кто знает, что этот парк называется Поцелуевским. И все дело не в том, что здесь целуются больше, чем где-то в другом месте. Неподалеку располагался гастроном, директором которого был как раз человек с потрясающей фамилией Поцелуев. Нынешняя молодежь, конечно, вряд ли об этом знает, но тем не менее продолжает гулять здесь, проводить время, целоваться. Ну а мы продолжим наше путешествие к другому парку с более громким французским названием – Ривьера. Основанный в 1898 году парк Ривьера до сих пор является злачным местом для всех туристов. Здесь различные аттракционы, тиры, автоматы для игр и многое-многое другое. Не так давно здесь открылся дельфинарий. Так что для того, чтобы посмотреть этих замечательных животных, уже не нужно ехать в Адлер, как это было раньше. Однако любимым местом многих сочинцев является далеко не центральная часть этого парка. Мы находимся в самой тенистой части парка Ривьера. Здесь летом находят спасение от жары люди преклонного возраста, а также дети. Кроме того, сочинцы любят места тихие. И это как раз одно из самых удачных, чтобы подышать воздухом и расслабиться. Самые частые гости этого парка, а вернее его хозяева, это белки. Сочинские грызуны – самые наглые грызуны в мире. Потому как летом, ничего не боясь, они могут спокойно подбежать к вашей скамейке, на которой вы сидите и попросите какое-нибудь лакомство. И если они даже и могли сказать спасибо, то вряд ли бы вас поблагодарили. Эй, а спасибо сказать! Пожалуй, во многих городах есть места мистические, которые связаны с определенной драматической историей. Разумеется, без этого не обошлось и в Сочи. Если до этого мы рассказывали вам о тех местах, где любят бывать местные жители, то сейчас речь пойдет о том, которое предпочитают обходить стороной. Заброшенный ресторан на горе Ахун – заведение, которое проработало не очень долго после своего открытия. Ресторан на горе Ахун был построен в 1937 году. Несколько лет ресторан не работал, но начал постепенно разрушаться. Фасад пестрел трещинами, паркетные полы были завалены мусором, а стекла выбиты. В кулинарном цехе потолок был поражен грибком, крыша текла. Курортная газета номер 227 от 29 сентября 1940 года попыталась бить тревогу. Ресторан находится в системе курорт-торга, который не заботится о сохранении здания. В 1938 году ресторан осматривало 20 комиссий, в 1939 – 11, в текущем году – 5. Причем две из них приезжали из Москвы, но ничего не изменилось. Здание, стоившее полтора миллиона рублей, по вине нерадивых хозяев, находится на грани полного разрушения. К слову сказать, ресторан находится на высоте 666 метров, а зал второго этажа выполнен в виде круга, разделенного на части. В сердцевине также находится круг. Говорят, в советские годы, пока ресторан работал, здесь происходили разные неприятные вещи, в том числе и пожар, во время которого погибли люди. Такая негативная мистическая слава привела к тому, что ресторан и сейчас находится в запустении, несмотря на свою архитектурную изысканность. В советские годы этот ресторан был одним из самых любимых у главных партийных функционеров страны. Так, Климент Ворошилов, один из первых маршалов Советского Союза, часто любил здесь обедать. Теперь здесь не встретишь никого, кроме людей без определенного места жительства, а также любителей страйкбола. Не стоит забывать, что Сочи – это в первую очередь Черное море. Если городские пляжи всегда переполнены приезжими, то у местных жителей есть свои излюбленные места для купания. Вот одно из них. Пляж называется «Красный штурм». В годы Гражданской войны Воронцовский партизанский отряд двигался по Сухумскому шоссе из Хосты в Сочи. Разведка доложила, что навстречу им двигается карательный батальон белых. Тогда партизаны спрятались возле вот этого вот своеобразного замка, который находится неподалеку, за крутым поворотом. И тогда, когда каратели подошли, они напали на них с криками и обратили их в бегство. С тех пор это место стало называться «Красным штурмом», а позднее в честь него был назван и сам пляж. Ну вот и закончилась наша кратковременная, но очень насыщенная экскурсия по замечательному городу Сочи. Мы побывали в местах, где можно снять квартиру и попытаться подешевле проехать по городу. Мы распробовали блюда замечательной кавказской кухни, посидели у речки, вспомнив кадры из фильма «Бриллиантовая рука», который снимался в Сочи. Также мы познакомились не только с самыми наглыми, но и очень добрыми белками. Посетили один из любимых пляжей местных жителей, но и кроме этого в заброшенном ресторане «Ахун» окунулись в немного мистическую обстановку. Город Сочи оставит у каждого приезжего свое впечатление. Пускай, по мнению многих, и не всегда самое благоприятное, но есть надежда на то, что приехав на зимние Олимпийские игры в 2014 году, каждый сможет себя почувствовать жителем уже большого, развивающегося спортивного мегаполиса. Но с той же самой широкой душой старого Сочи, которая открывается тем, кто едет в этот город с добрым сердцем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для вас работали Александр Харченко, Анна Торопова и Роман Сафронов. Специально для ТВ РУДН. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА